Коллеги, здравствуйте, приветствую всех коллег с ютуба, приветствую всех коллег с твича, эмпата, отметьтесь в комментах обязательно, сегодня мы с Юлией Манешко, Юлик, здравствуй. Здорово. Нахуй, всё, забей хуй, будем из спортзала снимать, как те два брата качка, которые постоянно в камеру вылазили. Егор и Дамир? Нет. Нет? Ребята, сегодня мы решили посмотреть с Юликом историю зарубежного нижнего интернета. Ой, это хорошо ты подвёл. Давно хотел это сделать, в общем, будем смотреть видос с канала Дэда, Дэдпи-47, я у него, собственно, смотрел истории вот этих челов, мне очень нравится подача, очень нравится в целом, как рассказано, так что ссылочка в описании, если хотите посмотреть в оригинале. Ну а мы сегодня смотрим главную тряпку зарубежного ютуба, история Буги 2988. Многим людям понравились мои видео про Винксов Редемшн и ДСП, я примерно понимаю, почему. Ребята, пишите в комментариях, если хотите, чтобы мы посмотрели эти ролики. Вы помните, там я рассказывал про такое понятие, как лолкау, которое можно перевести как корова, которая вместо молока даёт поводы для смеха. Ахахах, нихуя себе, почему в русском языке нет аналога. Так в западном комьюнити называют ютуберов, которые когда-то были на вершине пищевой цепи, но не зная, что делать с этим успехом, вместо эволюционирования своего контента и движения вперёд, которое, в общем-то, необходимо для долгосрочного выживания на платформе ютуб, эти люди из-за лени, жадности, безидейности держатся за остатки своей былой славы, всё более агрессивно выдаивая из оставшейся аудитории деньги на существование и продолжение своей никч... Бля, как будто описывают нас с тобой сейчас в ролике. Почему? Мы же не агрессивны. Ну да, тоже верно. Но на самом деле вот такое явление, о котором он говорит лоукау, действительно... Это Андрей Нефёдов. На русском ютубе не могу вспомнить, ну кроме Нефёдова, наверное. Да полно, полно, полно. Помнишь, мы смотрели чувака, который из желейного медведя во всякие штуки? И вот, и мы угорали над ним, и он после этого перестал снимать видео и ушёл с ютуба. Не, но это... Не буду говорить, что это из-за нас. Это не то же самое, чувак. Всё-таки тот чел с желейным медведем, он просто перестал ролики делать. А тут именно этот термин, он применяется по отношению к людям, которые реально были в топах. То есть их смотрело прям миллионы людей. И их любили миллионы людей. А потом они скатились до низких просмотров, и их ненавидит аудитория. Наверняка такие есть. Вот такого на русском ютубе, наверное, есть. Наверное, есть. Ну тоже нужно понимать, это англоговорящие блогеры, и у них англоговорящая аудитория, и её больше. И, конечно, там всяких феноменов таких, их больше, чем у нас. Было бы столько же просмотров и блогеров, может, и у нас были бы лоу-кау. Редемшн — это эталонные представители данной группы создателей контента. Мы можем многому научиться на их примере, понять, какие ошибки они совершали, и становиться лучше. Но сегодня я расскажу вам... Разъёб. Просто разъёб. Историю третьего недо... Я надеюсь, он прям мразь. ...звена. Того, чьё имя всегда всплывает рядом с нашими двумя предыдущими героями, когда речь заходит про этих самых лоу-кау. И многие из вас, скорее всего, хотя бы краем глаза видели его или слышали его никнейм, ведь наш сегодняшний ютубер находится на платформе с 2006... Он как будто сидит такой, «Андердейл — лучшая игра на свете, а ещё я люблю My Little Pony». Бля, слушай, про вот этого Буги на самом деле есть прям ютуберская документалка, очень качественно снятая. Если этот ролик зайдёт, то мы её посмотрим, потому что она ещё добавляет лоры этому персонажу. Но вот этого Буги на самом деле я помню. Ещё вот когда озвучками занимался, он... То есть 2010 год реально он мелькал очень часто на ютубе в топах. Ни хрена себе, то есть мы сынки просто. Мы по сравнению с ним сынки, да, это прям очень старый ютубер. Интересно. ...многих мемов и даже получил награду самого важного инфлюенсера на Game Awards 2016. Я расскажу вам историю Буги 2988. Историю не столь весёлую, как все предыдущие, но намного более поучительную и близкую каждому из... Мем смешной я видел на Reddit, типа, когда видеоблогер набирает 10 миллионов подписчиков, и там несколько вариантов. И от каждого он отказывается, типа, начать делать более лучший контент, там, то, сё. И последнее. Жениться на несовершеннолетнем. Их же часто в этой хуйне обвиняешь, что там у одного служат у другого. Серьёзно? Очень много. Даже у майнкрафтеров там... Как же его звали? Не помню. Короче, у них постоянно какая-то хуйня с... Ну, несовершеннолетними. Постоянно. Власть скружила голову людям. Устали несколько недель назад, он вернулся в поле обсуждений из-за видео, в котором выпрашивает финансовую помощь. О, а можно так... Эмоция, просьба, вот это. Мне нужна... Хелп, мне нужна ваша помощь. Так и там ещё ты охуеешь, когда узнаешь, на что ему нужна помощь. Я говорю, вот, чувак, вот мы сейчас много стопаем, но вот потом, я тебя уверяю, мы просто будем это смотреть с открытыми ртами. Но ты, потому что ты этого не видел. В целом, вот как этот чувак скатился на лютое дно. Это уже само по себе довольно жалко, но абсурдность данной ситуации заключается в том, что только в 2021 году Буги выпустил видео, в котором хвастается, что наконец-то стал богатым. Оно так и называется, я стал богатым, наконец-то. И как тизер финального акта этой истории, я сопоставил фрагменты этого видео для наглядности. Сначала я скажу, что я не финансовый советчик и не рекомендую делать то, что я сделал. Это был очень тупой рисковый манёвр. Но я инвестировал всё, что у меня было в криптовалюту. У меня были неплохие сбережения. Я послушал финансовый совет друга, я сейчас не буду тыкать пальцем. Я послушал этот совет и влил деньги в крипторынок, в неправильную его часть. И по сути, я потерял всё. Я пару раз всё вытащил, потом снова влил. Я наварился не так сильно, как мог, но вот я вложился здесь. И вот где сейчас находится рынок. Такой он просто дурак. Ну, ну таких и делается, все эти крипторынки и прочее. Сказать, что я удвоил свои деньги, это преуменьшение. Это причём, знаешь, какая хуйня? Он вложился, получается, где-то на 20 кода. И вот у него выросли его капитал в два раза больше. Даже больше. А сколько он вложил, интересно? Ну, много довольно-таки. Но суть в том, что вот когда ты видишь там х2 рост, ну, это опять же, знаешь, сложно реально немножко удержаться. И такой, ну, бля, х2 рост, ну, надо выводить. Типа, это правильное мышление. Ну, а ты такой, ну, раз там где х2, там же х4. Намного больше. Но настало время, я прошу вашей помощи перед входом в праздничный сезон. То есть он просто деньги просит? Не донаты, ничего, просто дайте денег? Просто, просто денег, просто денег. Кушать хочется, очень, денюшок дайте, денюшок. Даже не продаёт ничего, ну, типа там, незакрытый какой-нибудь их аналог бустик, как его, блядь. Не патреон, ничего, просто бабок просит. Ничего, ничего, просто деньги. Сука, тебе лень ролик снять, ведь какой-нибудь. Поэтому. Но вот мы здесь. Я не хочу, чтобы вы волновались обо мне, я не хочу, чтобы вы боялись за меня. Если я уйду с ютуба завтра, знаете, что со мной всё будет... Он такой наивный. Он думал, что всё, теперь поймал бок за бороду, всю жизнь будет богат. У него такая полка с фигурками прикольная. Один или пять долларов, вы можете послать эту суперчатом, если вам понравилось видео. Вы можете отправить пять долларов в месяц или десять долларов в месяц через... Программу спонсоров. Это будет поучительная история про человека, который получил в этой жизни всё. Но будучи испорчен деньгами, он упал на самое дно, что не помешало ему делать крайне необдуманные покупки. Я взял Tesla X. Конечно же, мне пришлось зайти в кредит. Я же не могу потратить столько баксов за один день, это сумасшествие. Но кредит платить придётся. И да, кстати, как вы знаете, недавно я купил себе RTX 4090. И долго искал группу, которая... Это я уже понимаю... Ну, это, знаешь, блогерская чуйка. Я не знаю, как каждый раз, когда блогер пишет рекламу. Вот я сразу такой, а, всё, пошла реклама, добро. Бля, кто-то меня недавно прям наебал с рекламой, и я вот подумал, типа, маэстро, конечно, маэстро. Мой контент, конечно. Смотришь, не понимаешь, когда реклама, вообще не догадаться. Умирает уже несколько лет. Он теряет подписчиков каждый месяц, и на данный момент рискует уйти вниз за отметку в 4 миллиона. Чел, держись, а заебись. Много более позитивно. Буги стал популярен благодаря скетчам, в которых он отыгрывал персонажа по имени Фрэнсис. А-а-а, да-да-да-да-да-да. Издевался образ стереотипного злого токсичного геймера, страдающего от лишнего веса. Эти ролики завирусились и привлекли огромную аудиторию на канал нашего друга. Но если люди приходили ради смешных токсичных скетчей, то оставались они ради личности Буги. Буги цеплял своей добротой, адекватностью, и был полностью открыт для своих зрителей. Блин, это про нас. Вильямса было очень трудное бедное детство. Над ним издевались родители, и его физическое состояние было прямим результатом всего этого. Сейчас довольно иронично выглядит его видео 10-летней давности под названием «Каково быть нищим». Но тогда аудитория приняла это видео с огромной теплотой. И я вставлю озвученный мной отрывок, он будет довольно длинным, но он очень важен для того, чтобы понимать, насколько ситуация ухудшилась. Так что потерпите. Я вырос в бедности. Тогда меня не удивляет, что он теряет все деньги на Тесла, на кредиты. Ну, неудивительно. Ну да, если человек, как бы, его никогда не учили тому, как распоряжать все деньги. То есть у него никогда не было достатка, и поэтому делать необдуманные покупки, потому что все детство у него их не было. Ими были деньги, только до меня они не доходили. То есть у них был хороший заработок, но им не нравилось тратить его на нас детей. По крайней мере на меня. Я думаю, что мама старалась. Не особо получалось. Но все, что оставалось, она тратила на меня. Хотя периодически экономила. И я помню, как мы с другом Эриком получили первое жилье. Включили электричество. Нам подключили газ, подключили воду. И у нас не было мебели, кроме матраса, который входил в аренду. Я платил на 35 долларов больше за этот матрас. И я лежал на этом матрасе без простыней. Просто застилал все одеждой. На меня дул холодный ветер, а я чувствовал удовлетворение. Бля, ну конечно, сыт он в уши подписчикам просто, дай боже. Вот 10 лет назад такая хуйня прокатила бы. Сейчас бы, мне кажется, если даже суперчел с лояльной аудиторией записал бы подобный ролик, ему бы сказали, ты что за хуйню несешь прямо сейчас? Ему бы сказали, ты что, блядь, прогрев? Сейчас реклама курса будет какая-то. Ты кого наебать пытаешься, блядь? Ха-ха-ха, что это за слезодавка? Чему хочу научить вас? Знаете, что я теперь делаю с деньгами? Каждая монетка идет в банк, потому что я никогда не хочу больше так жить. Лучше пожертвую своим сегодня, когда у меня есть деньги. Лучше буду пользоваться старым ПК, сидя на этом сломанном кресле. И носить эту рубашку, которая была в других 150 видео. Но лучше сохранить... Тоже из одной крайности в другую. В безопасности, чтобы знать, что я жив, что я в безопасности, что все хорошо. Завтра Техас банк захватит, и все, и не будет у тебя денег в этом банке. Я хочу знать это, и это самое важное. Деньги сложно достать. Держать надо все в золоте. Это идеальный вариант. Все свои ценности. Ни квартир, ни машин, ничего не надо. Или в битках. Желательно в монетке, чтобы удобнее было перетаскивать. Ты же не будешь слитки таскать. А лучше купить физические биткоин-монеты и держать в них. Блядь, как в новостях кого-то наебали. Да-да-да. Я, слушай, ну я не знаю, а что такого-то, блядь. Ну то есть какие-то золотые монетки фальшивые, то есть для тебя это реальный финансовый инструмент. А моя идея купить монетки биткоина у цыган на вокзале. И все вложить туда, это плохая идея. В идеале, как я представляю. Вот у тебя куча монет золотых. У тебя комната. Лучше, чтобы она была подвального типа. И вот, чтобы горой такое было. И ты ложишься на эту гору и пытаешься ее удержать разом. Чтобы никто ее не тронул. Или прыгаешь вот в этом подвальном хранилище с этой. С дощечки в нее. В гору монет. Нет, прыгаешь, бьешь кирпичи над собой. С вопросиками туда еще монетки сыпятся. Если я чему-то могу вас научить. Это сохраняйте деньги. Если вам не нужно их тратить. Любите маму и ведите здоровый образ жизни. Вам действительно так нужен последний смартфон? Необходим, блядь. Нужны ли нам все эти предметы роскоши? Что за нахуй? Общие слова какие-то. Базу какую-то прогоняет. Очень смешно смотрится после того, как он взял кредит на 100 тысяч долларов, чтобы купить новенькую Теслу Х в полной комплектации. А зачем ему Тесла? Он ездит разве или нет? Ну это моднявая машина. Это, типа, знаешь, статус. Ебать, а что в Беларуси тогда все таксисты на Тесле гоняют? Кто тебе хуйня какую-то... Чего? В Беларуси не гоняет. Приедешь в Беларусь, там на Тесле такси. Во-первых, ты приедешь в Беларусь. Такого чувства ты ни разу не был в Беларуси. Был в Беларуси на день рождения Эльдара. На Тесле мы там гоняли. К такси закажешь, тебе Тесла приезжает. Блядь, ну с Эльдаром ты на Тесле, может, и гонял, когда он заказал бизнес-такси. Не Цельдар, а просто такси, там Тесла. Я тебе говорю, там Тесла. Блядь, ты что за хуйня? Я сейчас загублю. Что в Беларуси нахуй на Тесле все таксисты ездят? Что за хуйня? Продажи автомобилей Теслы в Беларуси. Автомобили Теслы в Беларуси. С пробегом продают. От двух лямов. В Беларуси, братушки, отпишитесь. Как вы на Тесле гоняете. Да, в России, если тебе 30 лет, и у тебя есть аккаунт на госуслугах, тебе полагается альтушка. То есть нужно в МФЦ ближайший пойти, тебе альтушку выдадут. Вы не знали, что ли? Да, в России такие правила. Каждому скуфу за 30 полагается альтушка. ...хотелось прислушиваться. Он не был скиллованным геймером или выдающейся личностью. Он просто был собой. Был приятным пухляшом, который открыто говорил о своих проблемах. Он не выглядит как приятный пухляш, который открыто делится своими проблемами. Он выглядит как чел, который хочет казаться. Потому что вот этот полуприкрытый взгляд пиздлявый... Это... Нет, слушай, ты просто знаешь уже, к чему все придет. Ты знаешь, я тебе примерно рассказывал, какая там будет жесть, и ты как бы уже своего это делаешь. Изначально нет, слушай, к нему вообще никакого негатива не было. Я говорю, я помню время, когда этот чел реально был хайпом на Ютубе. Ну вот это грусть нагоняет. Сейчас эта хуйня реально не сработает. Он впоследствии выпустил видос о том, что зарабатывает с одной монетизацией Ютуба 100 тысяч долларов в год. Почитав комментарии, мы видим только искреннюю поддержку. Я предположу, что он теперь очень богат, но он этого заслуживает. Он один из немногих ютуберов, которые не позволили Славе и деньгам испортить себя. Все еще такой же скромный и крутой, как когда он начинал. Я уважаю это. Я кликнул на это видео рандомно, но досмотрел, и если честно, я очень счастлив видеть, что этот парень столько... Так он напиздел вам. Какие 100 тысяч в год? Вы что, ебанулись? 10 тысяч долларов в месяц он зарабатывает? В России до блокировки некоторых просмотров, с миллиона просмотров, русский блогер с длинными видео, которые хорошо смотрят, 10 тысяч с одного ляма зарабатывал. Ой, тысяча с одного ляма. Не, ну все равно, ну нет, звучит как правда. Нет, звучит как очень мало. Сколько у него ролики по минуте, что ли, шли? Не знаю его видео, но я рад, что он зарабатывает деньги и остается скромным. Это достойно большого уважения. Ты так вдохновляешь. Я чувствую... Ебать, вот это набор. Angry Birds, Mountain View и Nintendo 3DS. Почему у нас нету таких комментариев? Каких? Вот эти. Почему нам люди не пишут? Вы так нас вдохновляете, вы такие молодцы. Ты чего? Вы заслуживаете самых больших. Не врей, не врей. Пишут, пишут. Мне было очень грустно. У меня сегодня очень плохой день. Как хорошо, что вышло ваш... Хуйня, мне насрать, какой у тебя день был. Пиши лучше, как вдохновил тебя я, Юлик, вот своим это. Да и пишут такое. Вы помогли мне выбраться из депрессии. Да ну не посрать, как депрессия хуепрессия. Пиши вот денег, чтобы побольше у нас было с Юликом. Вот это пиши, дружище. Нет, депрессия, это со всем уважением. Да, все понимаю, прекрасно. Но пиши, чтобы бабок побольше капало этим двум прикольным парням. Вот это будет приятно. На перепуте своей жизни и думаю, что ты... Ваши видео спасали меня в самые тяжелые вечера. Ты помогаешь мне прорваться к тому, что я хочу делать. Спасибо, Буги. Надеюсь, что ты это прочитаешь. Какой, блядь, это мужик написал, прикинь? Питер, блядь. Да реально? Не-не, реально. Ребят, без шуток там мужик с бородой на аватарке. Вот он сидел, смотрел Буги и такой... Блин, ты так меня вдохновляешь. Я тоже хочу через все свои трудности пробраться. Ебать. К примеру, он показывал людям, что каждый может добиться... Это просто у нас спустя много лет отсеялись вот большинство людей, которые вот, знаешь, сентиментальные, ну в хорошем смысле этого слова. Да, ну, которые добрые комментарии. Вот у нас остались подонки в аудитории только. Да я и... Которые ждут очередного падения, блядь, в следующем году. На этот раз от меня, чтобы я какую-то хуйню вытворил. Все такие, ну мы подождем, подождем, когда Кузьма спотыкнется, обожгет. Оступится. В своем дне он не находил... Что там, выборы скоро? Ну ждем, ждем. ...правилось смотреть за его успехом, радоваться новым достигнутым высотам, как своим собственным. Буги страдал от лишнего веса, но пообещал своим зрителям, что... Или наслаждался от своего лишнего веса. Мне кажется, никто не наслаждается своим лишним весом. Блядь, он реально большой. Мне кажется, он наслаждается большую часть времени. Бра, как наслаждаться можно, если вот люди с таким весом, они часто перестают дышать, когда спят? Как ты можешь нахуй наслаждаться, когда у тебя такой вес? Ну, конфеты, шоколадки, пончики всякие, курочка. Так можно и без такого веса наслаждаться конфетами, шоколадами и пончиками. Ну, недолго, потому что вес придет. Деть. Таким образом, через сотни и тысячи видеоблогов Буги вынес свою жизнь на всеобщее обозрение и добрался до своего первого миллиона подписчиков. Но, как вы понимаете, идеальных людей не существует. И спустя годы идеальное восприятие Буги в сообществе... Это ложь. Это ложь. Как минимум сидит два сейчас человека в кадре идеальных. Это ложь просто. Ищено. В более чем десятилетней истории его канала нет какого-то определенного момента, с которого все пошло не так. Это скорее сборник кучи факторов, которые так или иначе сыграли свою роль, и я постараюсь рассказать о каждом из них. Где-то в 2016 году Буги решил, что теперь он будет обсуждать все трендовые темы, в том числе политику, ведь именно тогда были выборы президента США. Проблема заключается в том, что Буги в этих темах не особо разбирался, и чтобы никого не обидеть, не занимал никакую позицию. То есть, по сути, выпускал абсолютно пресный контент, чтобы попадать в алгоритм. Затем, чтобы как-то поддержать свой доход, Буги начинает стримить на Твиче, и зрители внезапно понимают, что Буги на Твиче и Буги на Ютубе — это два абсолютно разных человека. В сообществе начинают распространяться вот эти клипы. Твои родители? Твои родители еще живы? Да, они живы. И они все еще вместе? Нет. Тогда я, наверное, поведу. Че? Ну, родители разошлись, ты из проблемной семьи, будешь злиться, если проиграешь, так что... А че не так-то? Охуенный чел. Ой, у тебя проблемы в семье, так ты злиться будешь, может, я поведу? Может, мне все-таки капитаном будет? Не, да. О, а что, у тебя родители живы? Да, ну ты, наверное, разозлишься, раз у тебя мамы нету, да? Давай, наверное, я все-таки повезти буду. Что у них за нежная такая, нежные зрители? Чувак, я тебе, нет, я тебе объясню. Из-за контраста? Из-за того, что он был очень нехороший? Естественно, да, он же супердобродушный, понимаешь? Это прямо супер, блядь, добрый блогер. Я все-таки думаю, в России как-то круче быть блогером. У нас человек, стример, очень популярный, издевается над инвалидом, говорит, что будет спортиков заказывать, чтобы других стримеров отпиздить. Потом один взрыв эмоциональный, у нее пришла власть, которая не снилась моему отцу, и все, сейчас прикольные видосики снимает, всем похуй абсолютно. Просто по угару все смотрят. Не, ну ты, подожди, ты про Никоглая сейчас говоришь? Ну да, да, да. А я тебе объясню, у Никоглая никогда не было супердоброго обуви, он всегда был отбитым ебанатом. Он всю карьеру на ютубе, если бы, да, он был бы суперадекватным одно время, а потом бы стал вот этой хуйней страдать, то да. А Никоглая никогда и не был, типа, добрым, нежным, искренним, сочувствующим. То есть, думаешь, все-таки из-за контраста такая реакция? Неужели? Конечно. Ну, блядь, ты прикинь, это если бэткомедиан внезапно начнет говорить, а мне понравились новые комедии, которые вышли, ебаные вот эти от комедии клуба. Мне понравились, смешно было. Жопа там, угар, чё все злятся? Это было бы забавно. А, ну, значит, вот как ты выпускаешь свою злость. Ну, удачи тебе, парень. Спаркл Дам, брат, слышишь, что ты чёрный. И спасибо за донат. Это много денег, наверное, для чёрного пар. Так он, блядь, какой он смешный. Вот такая мразь, пиздец. Спасибо, дружище. Наверное, для таких, как ты, это много денег. Как там KFC? Хватит тебе на крылышки, ведёрочка. Ох, блядь. Слушай, ну даже, знаешь, находясь вне вот того культурного контекста, за бугорну, вот так вот ответит человек. Нет, я не знаю. Также была ситуация, где он рассказал, что его бывшая девушка умерла от рака, и говорил об этом, как будто избавился от лишней проблемы. Таких моментов было много в течение нескольких лет, и все они обсуждались в маленьких нишевых сабреддитах. И сами эти высказывания могут быть просто безвкусным чёрным юмором. Да и сам он говорит, что это просто чёрный юмор. Не стоит воспринимать всё всерьёз. Но тут есть две проблемы. Буги на ютубе — это максимально добрый человек, который всегда пытается понять и подружить. Он не идёт на конфликт и остаётся позитивным. Буги на стримах — это язвительный тролль, который не знает, когда остановиться. И когда зрители приходили на стримы, можно понять их недоумение от огромной разницы, особенно учитывая, что Буги построил всю свою интернет-карьеру именно на... Бля, вот прикинь, это как если бы Купленов вот в роликах, да, какой он, и люди бы на стрим приходили такие «Ебать, так он мразь конченая». Прям вообще... Я понял, да, да. Понятно, почему люди удивляются. Я бы тоже удивился, если бы это так было. Это как если бы Валентин Депутат был бы на стримах у этого Димы Купленова. Личности добряка. Чем и притянула эта огромная аудитория. Но второй момент, который действительно прослеживается через всю его карьеру с этого момента и ответственен как минимум за разрушение этой самой карьеры, это боязнь Буги, что на него кто-то обидится. Поэтому даже на самую мелкую критику он реагировал и извинялся. Это стало стандартным циклом. Буги не смешно шутит, находит, что кому-то это не понравилось, публично извиняет. Нихуясе. Надо было наоборот, как Стас. Типа, кто-то обижается, и ты по фактам, ну, втаптываешь этого человека в грязь дальше. Тогда бы у Буги все было хорошо. У Стаса, правда, в итоге все ютуб-каналы забанены. Я как бы не знаю. Нет, он весело, конечно, делает, да, но может Буги и более правильно сделал с точки зрения сохранения своей ютуб-карьеры. Ну, у Стаса, мне кажется, все лучше, чем у Буги. Ну, не, ну, это понятно. То маленький косяк превращается в огромный инфополод, обсуждаемый всем сообществом ютуба. Нихера себе. Буги хочет всем понравиться, и поэтому извинения были чуть ли не ежедневной рутиной, потому что сказать какую-нибудь глупость, например, про какую-нибудь трагедию, он очень любит. А знаете, что еще любит Буги? Не просто обсуждать любую трагедию, а еще и смещать центр внимания на себя. В 2019 году весь западный ютуб был в трауре по стримеру под ником Этика, который наложил на себя руки. Я увлекался его творчеством, и этот парень действительно всегда был энергичным и поднимал мне настроение. Но его не стало, и от этого было действительно больно. И тут врывается Буги. Реддит и весь этот негативный фидбэк в связке с моей психологической болезнью тоже чуть не вынудили меня на подобное. Меня булили всю жизнь, и это сделало меня сильнее, чтобы все это выдержать. Не знаю, смог бы ли я выжить на месте Этики. Ему пришлось с ней легко. То есть Буги не просто перевел фокус на себя, но еще и похвастался, какой он сильный. Хорошо, что сразу же последовало извинение. Очень оперативно, кстати. Не помогло и то, что до информации о кончине Этики он выпустил видео, где говорил следующее. Он действительно болен. Да, ментальные болезни и интернет. Эти две вещи не стоит смешивать, а я об этом знаю. Если бы я не был титаном-силачом, я бы не смог миксовать эти две вещи. Да, Буги крайне любят вписывать себя в ситуации, где определенно не время и не место для этого. Но он настолько хотел, чтобы его простили, что запостил еще один твит. Буги задонатил на благотворительность в организацию психологической помощи. И это вообще не попытка выставить себя морально правильным, особенно учитывая, что он приложил скриншот с суммой пожертвования, чтобы, ну, вообще не похвастаться. Какой же скромный парень. А затем был случай, когда Нинтендо позволили больному раку мальчику поиграть в Super Smash Bros. Ultimate раньше релиза. Буги нашел способ вписать себя и в эту ситуацию. Рад, что я помог привлечь внимание к этому и так рад, что это произошло. Хорошая работа, интернет. Мы сделали что-то невероятное. Проблема в том, что буги вообще никаким образом... Интересный ролик какой. А как это? Блин, слушай, я теперь такой же какую-нибудь буду заниматься. Говорит, что у тебя рак, чтобы получить игры до релиза и стримить их. Ебать-то хитрый. Нет, не настолько. Типа на всем Твиче, на всем Твиче один стрим будет, типа там Ребятки, 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 мне так плохо. Но сегодня мы играем в GTA 6. Да, до релиза еще полтора года. Но мне скинули бетку. Сегодня покажу вам самые интересные моменты. Спойлер-аллер. Я теперь, если кому-то будет плохо, публичным людям, я буду говорить, как бы, что... Тебе тоже было тяжело. Мне тоже было тяжело. Но я справился благодаря своей силе, выносливости. И все стало хорошо. То, что ты был мощным титаном? Да. Для массовой компании, которую организовали профессиональные игроки в Smash Bros. Причем парень вскоре умер, и Буги об этом ничего не написал. Друг этого парня был крайне зол на Буги за то, что он попытался заработать очки хорошего человека за счет подобной ситуации. Или вот тот раз, когда от рака умер TotalBiscuit, игровой комментатор и критик-ютубер. Вы можете знать его по этому смайлу с Твича. Буги и здесь решил перевести фокус на себя. В посте в сообществе, который был призван почтить память старого друга, был такой вот веселый абзац. Джон однажды киданул меня под автобус во имя прав потребителей. Пиар-компания занималась чем-то на уровне проплаченных обзоров, и Джон опубликовал эту историю. Я работал с этой пиар-компанией в то время, и хоть мой контракт отличался от других контрактов, меня тоже потрепало. Я поговорил с Джоном об этом, и он сказал мне, что не стоит работать со стрёмными компаниями, если не хочу ассоциироваться со стрёмными вещами. Он был более чем рад пожертвовать чем угодно во имя прав потребителей, включая меня. И да, потом он сказал, что это всё было просто, чтобы показать, насколько его друг был принципиальным. Но в этом ощущалось... Кстати, он таким хуйлом был, что вообще и даже друзей под подпись готов был кинуть. Нет, но он умер грустно, конечно, да. Rest in peace, как говорится. О, какой он прям... Даже мразям. Какое он прям... Внимание, блядь, он прям... Вообще ему прям очень важно, чтобы вы любили, жесть. Обида, что присутствие подобного в посте, который призван почтить память товарища, по крайней мере неуместно. Хорошо, что потом Буги опять извинился, причём извинялся он очень много. И вот, понимаете, я не считаю, что Буги какая-то мразь, подобная тем, которых мы разбирали в прошлых выпусках. Просто со временем его восприятие в сообществе менялось от голоса разума и добряка вся Ютуба до человека, который крайне жаждет всеобщего внимания. Нет ничего плохого в том, чтобы не занимать какую-то сторону обсуждения тех или иных ситуаций. Но в случае Буги начало казаться, что хоть он и хочет участвовать в каждой возможной дискуссии, добавить что-то к этой самой дискуссии ему нечего. Каждая ситуация была для него лишь предлогом, чтобы напомнить о себе, и людей это начало раздражать. Не помогало и то, что каждый свой косяк он выносил на свою аудиторию, потому что вечно извинялся. Но большинство его аудитории продолжало смотреть, и он набирал сотни тысяч просмотров без каких-либо проблем. Все было бы хорошо, но тут вышел огромный материал на малоизвестном сабреддите, где перечислялись вообще все косяки Буги за последние несколько лет. Огромный материал со ссылками на каждый клип со стримов, на каждый твит, каждую маленькую деталь. Ебать, вот это, конечно... Это прям... Я представляю, если ты блогер, и кто-то вот собрал такую хуйню, и ты выходишь в интернет, ну ты вот на уровне Буги, ты уже не такой популярный, и ты пытаешься примазаться ко всему, и ты заходишь на Reddit, и видишь в топе вот это, и ты такой, блядь, какая хуйня, вообще все собрали. Но это тоже нездоровые люди этим занимаются, кому это нужно? Всего были свои доказательства. И это... Че, Буги булил ребенка? Могло бы пройти мимо, но Буги опять не смог себя сдержать и сделал несколько видео про эту ситуацию. Вот тоже собрали все его косяки, но люди, во-первых, не идеальны, у всех есть косяки, и во-вторых, если собрать в одном месте все плохое, что делает человек, конечно, будет казаться, что он плохой. Я уверен, можно собрать в одном же Reddit-посте и все, что он делал, хорошее. И тот, кто это прочитает, будет думать, ну да, у него, наверное, есть какие-то косяки, но человек хороший. Это тоже такая манипуляция сознания. Я тебе опять же говорю, Юлик, образ у него изначально-то был супер добряка. И он говорит в ролике, что типа на Ютубе-то он супер лапочка-душка, которую там всех любит, никого не хочет обидеть, извиняется, там соболезнует. А есть как бы еще со стрима моменты, где он там говорит челу, что у тебя родители, наверное, развелись, поэтому я буду сегодня лидировать. Это очень смешно. Не, я о другом говорю, я это понимаю. Я говорю в целом, то, что, ну люди сложнее, чем вот плохие и хорошие. Не, ну понятно, что про каждого можно вот такой пост собрать и раскрутить эту хуйню. А интернет просто как-то все в такую крайность уводит, что вот есть плохие, а есть хорошие. Пуги теперь плохой однозначно. Без всеобщего хейта и решил уйти в отпуск. Именно в этот период 2019 года он потерял за пару месяцев около 100 тысяч подписчиков, а в связке с перерывом в контенте это стало переломным моментом в истории его канала, после чего начался постоянный спад до настоящего момента. Буги стал архитектором собственного... Я просто к чему веду, Кевин Спейс же хороший актер. Элемент всего этого мы затронем только сейчас. Буги имел проблемы с лишним весом, очень большие проблемы с лишним весом. И получив аудиторию, он замотивировался работать над собой. Многие видео были посвящены именно его пути к похудению, а так как весь его контент строился на личности, с которой можно себя ассоциировать, многие были вдохновлены его примером и тоже начали работать над своим весом. Однако Буги вечно срывался, находил оправдание, и это для любого человека вполне нормально. Только вот стоит понимать, что когда ты выносишь это в публичное пространство и пытаешься вдохновить... То происходит эффект Савельева. Да, не, вот вообще в целом это просто большая ошибка реально делать видос о похудении. Слушай, я вот 5 лет назад, помнишь, снял видео о том, что я бросил курить Сиге. И как бы вот спустя даже это 7 лет назад видео было, ты просто чтобы понимал, мне до сих пор люди на Твиче приходят периодически и такие, ого, ты куришь, ты же бросил курить. А я видос записывал 7 лет назад. Ты можешь еще раз записать, я бросил курить. Он много собрал? Можно каждый раз много собирать. Он много собрал, 2 миллиона. Ебать, надо еще записать. Я бросил курить 2. Суть в том, что вот все вот эти вещи на показ составлять ни в коем случае нельзя. Особенно как бы сделать из этого контент постоянный. Савельев на этом погорел просто глобально. И особенно про похудение. Ладно, бросьте курить. Почему-то все, что касается веса, оно прям очень в сердцах людей резкую эмоцию вызывает. Когда вот человек пишет, я бросаю, ой, точнее, я худею, я худею, я держусь. Потом он говорит, ну я съел миску салата, заправленную майонезом, и у меня теперь плюс 15 килограмм. Люди как-то прям беситься начинают с этого. Ну, потому что, наверное, когда ты это объявляешь публично, особенно вот если ты человек в теле, вот как Буги или Савельев, и вот ты это объявляешь публично, и реально большая аудитория, большое количество людей, им очень интересно за тебя поболеть. Потому что когда вот человек с таким лишним весом сбрасывает, и в итоге реально у него получается сбросить этот вес и удержать эту худобу, то есть тебе это ебать сколько очков добавляется. Но, бля, это вот прям супер опасно. Это как играть на хардкоре с одной жизнью. Ну, то есть как бы те супер плюхи будут лететь на весь твой путь, но одна ошибка и все. Тоби пизда, бля, тикай с городом. Если ты говоришь, что ты бросил курить, и потом говоришь, ну я сорвался, я курю, люди такие, эм, бля, ну бывает. А если ты говоришь, я худею, а потом ты такой, ну я съел торт, люди такие, ебать ты чему. Мне кажется, вот так они реагируют. Своим примером, это уже не только твое дело. Вот Буги делает видео, где призывает всех участвовать в челлендже, питаться правильнее. Он прям, он прям все делал, чтобы когда он сорвался, он же жрет, что попало. За этим следует оправдать. Вот такой, блядь. Ну, Америка. Не, что он был в поездке, рядом не продавали здоровой пищи. В конечном итоге, вместо оправдания, любые вопросы о похудении начали встречать очень негативную реакцию. Многие люди спрашивают меня, почему я застрял на 340 фунтах, и есть три причины. Жалко, актерозвучки, поленился перевести фунт их килограммы. 340 фунтов. Сейчас зрители специально для вас переведем. Потому что это... 340, но это где-то 170 килограмм, наверное. Чуть-чуть поменьше. Может, 190. 340 фунтов, это 154 килограмма. Бля, нихуё. Первое, это то, что пошли вы нахуй, это моё тело и моё дело, поешьте дерьма. Это будет ваше дело, когда я захочу, чтобы это было вашим делом. И я дам вам знать, когда это будет ваше дело. Когда я захочу, тогда и буду об этом... Ты же дал, ты же снял кучу видосов о своём теле, теперь это наше дело. Порить так, что подсунуйте меня взад. И как бы его реакцию можно понять? Только вот Буги уже вовлёк всю свою аудиторию во все свои проблемы с лишним весом и десяток лет зарабатывал деньги с видео про это, пытаясь, как казалось, мотивировать других людей. И его зрители почувствовали себя брошенными после этого. Буги перестал быть добряком, теперь он просто жалкая тряпка, которая манипулирует аудиторией. Манипуляции со стороны Буги появлялись каждый раз, когда его в чём-то обвиняли. И главный инструмент манипуляции это рассказы про его ментальные и психологические проблемы и то, как он хотел бы закончить. О, классика. Нихуя. В том самом плохом смысле. Буги немножко кто-то тронул, сразу же ждите видео, в котором он выдавливает жалости зрителей рассказами о том, как его задолбала жизнь и как он хочет умереть. И единственное, что... Не, ну, кстати, вот я, знаешь, об этом... Меня очень бесят ютуберы, которые давят на свои ментальные проблемы. У нас тоже есть некоторые блогеры, которые там диагнозами всякими своими любят пощеголять. Но, с другой стороны, они бы, наверное, и не были бы такими ебанутыми, если бы у них реально не было бы этих диагнозов. То есть, ну, это тоже не просто так. Вот они себя ведут так странно. Ну да, да, да. Ты прав. Как бы мне не хотелось говна навалить, ну, да, он бы не стал вести себя как голубоёв. Я тоже вот об этом думал, что, ну, казалось бы, типа вот Савельев, я помню, постоянно давил на свою депрессию, что типа депрессия, депрессия, депрессия. И как бы это пиздец как заёбывало, что он постоянно это давил. Но, с другой стороны, если кристально посмотреть, ну, у него и правда депрессия есть, и, наверное, все эти проблемы из-за этой депрессии. Ну, и не только. Просто они, знаешь, часто ещё говорят о проблемах, но они жалуются не на те проблемы. У них другие диагнозы, скорее всего, а они жалуются на какую-то хуйню. Ну, тоже верно, да. Обещая аудитория. Теперь аудитория — это не просто зрители, это заложники, которых он держит при себе, угрожая тем, что что-то с собой сделает. И вот Буги решает пойти на операцию по стягиванию желудка. То же самое делал Wings of Redemption. По сути, ты лишаешься части желудка и худеешь из-за того, что значительно уменьшается аппетит. Короче, мы смотрим Больших Сестёр, и я узнал, что такое резекция желудка. Не резекция, а шунтирование. Резекция, когда тебе просто кусок желудка отрезает. А шунтирование, когда тебе отрезают желудок, у тебя еда идёт в тонкий кишечник, из тонкого кишечника она идёт и дальше в кишку, и в желудок. Блядь, это так мерзко выглядит. Это просто пиздец. Ну, нет, подожди. Резекция, это же тоже... Тебе ничего не отрезают, тебе просто ушивают. Не-не-не, тебе прям кусок желудка отрезают, у тебя маленький желудок. А шунтирование, тебе, блядь, кишки там переворачивают. Фу, это так мерзко выглядит. Не-не, брат, слушай, я с резекцией не готов вот прям на 100% быть уверен в том, что ты сказал. Потому что вроде как как раз-таки резекция, тебе именно его связывают, тебе ничего не отрезают лишнего. Нет. Поэтому операция, это же считается не то, что вот прям опасный какой-то. Отрезают. Да, две картинки. Я загуглил шунтирование и резекция. И там будет одна картинка, как разрезают желудок и шунтирование, когда желудок перемещают, и его вход, он идёт, короче, после кишки. Фу, блядь, жутко. Мерзко выглядит. Буги действительно похудел, но в процессе от него ушла жена, что весьма нормальная ситуация для людей, проходящих по-другому операции. И Буги очень болезненно пережил этот развод во всех отношениях. Что он сказал? Часто бывает такое с людьми, которые делают шутить что? Операции. Как цезанно. Ну, проходит какой-то, ну, не знаю, может быть, типа, не все готовы вывозить, что надо заботиться о человеке, как-то это. Ну да, для меня тоже это странно. Не, ноги же ему там. Он лишился 50% всего, что заработал за эти годы. Во-вторых, внезапно вышло видео, где он в образе Фрэнсиса избивает куклу, которую зовёт своей женой. Да, позже он сказал, что это шутка, но выглядело весьма ужасающе. Боже, я сейчас увидел, что на превью видоса о ситуации с разводом он изобразил, что его жена распадается, как будто от щелчка Таноса. Это сертифицированный интернет-момент. Но позже выяснилось, что это намного более мерзкое. Буги решил стать сахарным папочкой и заходил на соответствующие сайты, откуда приглашал к себе девушек. Одна такая девушка впоследствии выложила видео, где рассказывала, что Буги вёл себя абсолютно отвратительно. Она была его старой фанаткой и думала, что всё пройдёт гладко. Но Буги использовал её как подушку для нытья. У неё была работа, и Буги не хотел отпускать её под разными предлогами. Предлагал любые деньги. О, бедная. Он просто хотел тебе поплакаться за деньги, а не, блядь, не знаю, избить и выкинуть на обочине. Что нахуй? Он плакался мне и не пускал меня на работу. Блядь, жирный чел, просто уйди, что он тебе сделает? Всечески унижал. Она уходила от него в слезах, а потом он звонил и извинялся. Тварь, блядь. Плевать на её личность, на её дела. Это западная этика, чувак. Он нашёл её на сайте, где тебе платят деньги за то, что ты спишь с человеком, я так понимаю? Шугар Дэдди. Ну, как я понимаю, это эскорт или типа того? То есть это не совсем, чтобы... Как бы это да, предполагается, но не обязательно. То есть... Просто время. Ты заходишь на сайт, такой, хочу продать свою честь из достоинства за бабки. Он оскорбляет мою честь из достоинства, да как он посмел. Что это за хуйня? Он не дрочил перед ней без её спроса, как Луис Сикей. А такой, блядь, мне грустно. Не уходи. Нет, во-первых, на нашего слона Луи не гоню. Я Луи всегда спрашивал. Я не гоню, но даже на это обидеться. А с ней он просто плакался и не отпускал её. А Луи уже шутит над этим. Скетч какой-то видел недавно, там на интернете. Да-да-да, да не-не-не, там смешной у него был стендап, первый после этого скандала, где он там 50 минут смешной стендап, и потом последние 10 минут такой, ну что, хотите я расскажу, как я пережил всю эту хуйню? Или зачем? И он такой говорит, ну там сразу взрыв смеха, и он такой, прежде чем начнём, говорит, так, первонаперво, что я хочу сказать, нельзя доставать свой хер и дрочить, даже если ты спросил об этом и получил разрешение, даже при этом условии. Нельзя так делать. Эта ситуация получила огласку, и Буги пришёл к своему другу Ким Стару, где рассказал, что... Во, слушай, там был, кстати, топовый коммент, The Cam Girl is just looking for money and attention, in my opinion. Come on picking on Boogie really kick rock girls. Ну, слушай, это классика, когда человека топят, любой доллбэп может хуйню вкинуть, и это схавают, и зачастую монету примут. Вот так же и тут произошло. А тут её смотри, тут её... Нет, её срут, да пошла она нахуй, потому что... The Cam Girl не может связать предложение без каклинг, не знаю, что это такое, как будто она на наркотиках. Ну, её засрали, её засрали, это всё комменты. Ну, конечно, засрали, да не, ну, потому что, блядь, такой видос, как бы, ты реально шлюха, которую деньги заплатили, чтобы... Он, ладно, я понимаю, знаешь, он бы там начал как-то, ну, скорее всего, просто реально ныл всё свидание. Он не срал ей на грудь и не бил её. Он ныл, он ныл, блядь, человеку поныть нельзя. Да, а ты берёшь, записываешь ролик о том, что вот, я была фанаткой, иди ты нахуй. ...любил, относился ласково, и не понимает, почему она так о нём отзывается. Этим он, ладно, победил в том, что действительно не имеет негатива к этой девушке. Бля, вдруг, на самом деле, вот сейчас же, знаешь, Россию отменяют везде, да? Буге нужна карьеру, чтобы свою ребутнуть, просто к нам приехать. Слушай, вполне себе... И он как Жерар Дебардей здесь заживёт. Вполне себе мы можем звать и нерусскоговорящих блогеров на подкаст, если будет, ну, переводчик, это же реально. Нам просто нужно найти выходы на... Как называется это? Кау-кау? Лол-каус. Лол-каус зарубежных и звать к себе, и просто будем презентовать, как зарубежный блогер такой-то, такой-то. Да не только их, не, я прям... Это серьёзно говорю, просто переводчик, который туда и туда переводит, ты заебись. Просто деньги придётся заплатить переводчику, а так балдёшь. Ты такой шизу сейчас прогоняешь. Почему? Я не знаю, что заполнишь. Да что, а сколько у этого Буги просмотра? Мало вообще. Ну, у нас больше. Это каждый твит, в котором я называю психически неуравновешенной стервой. Вообще, Буги очень многие вещи начал воспринимать в штыки. В видосах он рассказал, что хоть и сделал операцию, но теперь жрёт, что попало, и думает, что всё будет круто. Фитнес-тренер на Ютубе сделал видео, в котором говорит, что так делать нельзя, и Буги подвергает себя огромной опасности. Это было уважительное видео, в котором чувствовалось, что человеку не плевать на Буги. Буги же выложил огромный пост, в котором назвал это персональной атакой и буллингом, ведь этот человек не пытался с ним связаться лично, а сразу выложил видео. Только вот он пытался связаться, только Буги его заигнорил, потому что потом, как он сказал, что он не чекает сообщения в Инстаграме. Фитнес-тренер был разочарован в Буги и понял, что здесь уже не помочь. Буги хотелось как-то себя порадовать, чтобы отвлечься от вечных атак, поэтому он с восторгом заявил, что покупает Теслу. Причем не просто обычную Теслу для нищих, а целую Теслу Икс за 100 тысяч долларов. Видишь, Тесла для нищих. На уровне, я не знаю, разъебанной тачки, у которой пропег 800 тысяч километров. Икс. Конечно же мне пришлось взять ее в кредит. Я же не могу потратить 100 кбаксов за один день, это сумасшествие. Но кредит платить придется. Я написал твит, что не смогу позволить себе эту машину. Твиттер и Reddit сошли с ума. О, ты пытаешься манипулировать людьми, чтобы они дали тебе деньги? Ответ да. Дайте мне деньги. Если вы, ребят, хотите помочь мне купить Теслу, то выворачивайте карманы. Я теперь так все стримы вести буду. Я просто на полэкрана ебану, дайте деньги. Выворачивайте карманы. Стример не общается, пока вы не дадите денег. И молча сидеть. Все в карманы. И дайте мне 100 тысяч долларов сегодня вечером. Эта машина стоит. У меня, кстати, был как-то раз стрим, где я час молчал. Час? Час, да. Ты что-то делал? И односложно. А я, это был GTA Challenge. Я там десятый раз уже подряд умирал и начинал GTA 3 играть. Я просто час молчал. Мне начали люди присылать донаты и спрашивать, все в порядке? Я говорю, да. И просто продолжал дальше играть и вот что бы там ни прислали, все односложно максимально отвечал. А ты был на нервном, да? Ой, я был просто на грани срыва, блядь, нервного. Треть стоимости моего дома. 300 тысяч долларов. Я все еще торчу 200 тысяч. Я засадил себе еще на 100 тысяч в долги. Да, вы не ослышались. Буги еще не выплатил огромный кредит за дом, но теперь еще и решил повесить на себя 100 тысяч. Самое смешное, что в этом видео он говорит... Да все, чел. Чел заебись. У него дом за 30 лямов. Тесла нахуй продаст, фусь. Идет работать, не знаю, разнорабочим. Поразаст все свои игрушки сзади и все. И заживет хорошей жизнью. Понимаешь, что цена Теслы на рынке будет только падать. И это самое тупое вложение. Но в этой шуточной манере наш дорогой друг косплеит DSP в плане вымаливания денег. Однако, как потом оказалось, никакую Теслу он не покупал, а лишь нес залог 2500 долларов на то, чтобы ее начали конструировать. На что пошли донаты тех, кто все-таки скидывал деньги на Теслу, не уточняется. Буги это патологический лжец. В каждой ситуации он пытается вывернуть все в свою пользу, а когда его все-таки ловят, то ждите очередное видео, в котором он признает все ошибки, жалуется на свое психологическое состояние и обещает больше так не делать. А потом он снова это делает. Это стало такой рутиной, что в крокодиль и слезы уже никто не верит. Возьмем недавнюю ситуацию со сватингом. Если вы не знаете, что такое сватинг, можете загуглить подробности. Вкратце, это когда поступает ложный вызов на место жительства стримера и к нему залетает местный отряд спецназа. Буги обвинил троллей с реддита в том, что ему устраивали сватинг целых два раза. Он пошел на стрим и начал поливать своих критиков грязью, говорить, что они самые худшие люди и даже хуже нацистов. А потом, когда все-таки вскрылось, что никаких сватингов не было, Буги вывернул все так, что это была заранее спланированная операция, в котором... Ебать! Ты прикинь? Ну просто в целом чел говорит, что его сватинг... Его сватингом? Ну, свати... Сватали. Сватали? Светали. Говорит, какие хейтеры хуесосы, хуже нацистов. А потом такой, ну это была шутка. Да как-то не особо на том, на всем, что сейчас произошло, вроде как в том же ключе, вполне себе от него можно ожидать. Ложь, чтобы дискредитировать своих критиков, то есть он всех переиграл. Когда это не сработало, Буги снова извинился. И вот в январе 2021 выходит то самое злополучное видео. Наконец-то я стал богатым. Сначала я скажу, что я не финансовый советчик и не рекомендую делать то, что я сделал. Это был очень тупой рисковый маневр. Но я инвестировал все, что у меня было, в криптовалюту. Я пару раз все вытащил, потом снова влил. Я наварился не так сильно, как мог, но вот я вложился здесь. И вот где сейчас находится рынок. Сказать, что я удвоил свои деньги, это преуменьшение. Я получил намного больше. Я не хочу, чтобы вы волновались обо мне. Я не хочу, чтобы вы боялись за меня. Если я уйду с Ютуба завтра, знайте, что со мной все будет нормально. Вам не обязательно покупать спонсорку. Вам не обязательно подписываться на Твиче. Вам не обязательно донатить или переходить по спонсорским ссылкам. Так вам не обязательно покупать футболку. Я вообще... А зачем он вот после того, как внезапно неплохо поднял денег, такой говорит, все, ребят, все. Не надо донатить, не надо... Он, походу, думал, что он вообще все, я теперь всю жизнь буду миллиардером. Не, ну слушай, он мог так думать, но ролик-то нахуй я записывать об этом. Показать, как он крутой. Вот. И это видео было странным. С одной стороны, люди радовались, что этот приближающийся к 50 годам мужчина наконец-то сможет перестать ныть за донаты и, возможно, наконец-то что-то сделает со своей жизнью. Как минимум завяжет с интернетом, ведь он ему противопоказан. Но, с другой стороны, Буги это патологический лжец, и многие ему не поверили. Но вот недавно появилось видео, в котором Буги просит о помощи, ведь он потерял все свои деньги. И заметьте, что если обычные видео он снимает в своей комнате, заставленные фигурками и коллекционками по 10 тысяч долларов, то здесь он скромно сидит во дворе, потому что этот милый пирожок никогда в жизни не пожертвует чем-то из этого ради собственного благополучия. Ведь можно попросить об этом зрителей. У меня были неплохие сбережения. Я послушал финансовый совет друга, я сейчас не буду тыкать пальцем. Я послушал этот совет и влил деньги в крипторынок, в неправильную его часть. И, по сути, я потерял все. Но настало время, и я прошу вашей помощи перед входом в праздничный сезон. Я не рад этому, но вот мы здесь. Если у вас всего 1 или 5 долларов, вы можете послать это суперчатом, если вам понравилось видео. Вы можете отправить 5 долларов в месяц или 10 долларов в месяц через программу спонсоров. Если вам нравится футболка, купите футболку, я получаю 9 долларов с потраченных вами 25. Вы можете купить что-то у моих спонсоров, это тоже вариант. Покупайте через спонсоров с моим промокодом. Если вы смотрите мои стримы, то донатьте и подписывайтесь. Я никогда раньше не втюхивал в свои патреоны спонсорки. Но теперь мне придется. Это страшно. Вот что вы получите за свои деньги. Я не могу обещать видео про похудение, ведь вы знаете. А, но все-таки что-то предлагают. Это не то, что я могу для вас сделать. Но я могу обещать видео с Фрэнсисом в празднике. Я обещаю качественной футболки и интеграции. Я могу обещать разговорные видео и приватные видео для спонсоров. Я могу предложить все, что вы хотите. Скажите мне, что вы хотите в комментариях. Я сделаю это. Я постараюсь. Блин, ну классика будет, если там дохуя людей скинулся, а в итоге он всех нахуй пошлет. Скажите мне, что не хочется. Это будет круто. Ну, с нахуй, блин. Так комично оно выглядит, когда ставишь его рядом с видосом про то, как он стал богатым. Понимаете, Буги вместо того, чтобы делать новый контент, сначала выпрашивает деньги за контент, который еще не выпустил. За контент, который он даже не знает, на какую тему делать и просит зрителей сказать ему, что делать. Особенно мне понравилось, что он обещает новые футболки и качественные спонсорские интеграции. Это, конечно, очень приятно. Спасибо большое. Знаете, обычно... Если вы закинете нам денег, ребята, мы вам обещаем, у нас будет реклама в этих роликах. Лучше, чем раньше. И качественная будет реклама. Только скиньте денег, и вы увидите супер рекламу от нас. Первый комментарий, это фанаты и те, кто поддерживает ютубера. Но здесь ситуация совершенно другая. Это крайне интересное научное наблюдение. Смотреть, как кто-то, не работавший более 10 лет, снова должен будет пойти на работу. Мне нравится, как он говорит о своих проблемах, как будто это проблемы его зрителей. Никуда не пойдет. Скажите мне, чего вы хотите? Я хочу, чтобы ты просыпался пораньше и шел на работу, чтобы платить за... Не пойдет он на работу, блядь! Какое представление у этих людей! Вот там... Ну пусть тысяча комментариев будет о том, что на работу скоро пойдешь. Несколько тысяч ему скинули эти 5 долларов. Он заработал бабок с этого видео, я более чем... Это хуйня, она же в кредит. Понимаешь? Ну да, тоже верно. То есть каждый следующий подобный мув он меньше-меньше будет приносить. Короче, это как вот, знаешь, типа вот делать фотки для этого. Ну где девчонки эрофотки делают. Но не бонго кампли. Only fans? Only fans, да. Это как вот пизда, понимаешь? Ты не должна показывать пизду, потому что как только ты ее покажешь, все, то есть назад пути нету. Дальше эротические фотки уже никого не устроит. То есть следующий путь это реально порнуха. То есть пизду это... Ну зато пизда будет в один момент, в один момент пизда. Она прям принесет бабок. Прям очень много. Но next level это, конечно, уже порнуха. То есть они вернутся на уровень ниже. И так же и тут. Типа когда блогер делает видос скиньте мне денег, все. Ты на следующем уровне. Ты погружаешься в нижний интернет. Блоге надо было просто снимать видосы по типу там пью 3 литра кока-колы за раз. Я думал, он делал тебе видосы. Вот это было бы весело. Я должен сказать, не, братан. У тебя была уникальная жизненная возможность быть ютубером и знаменитостью. И теперь наша обязанность тебя обеспечивать? Если бы ты хотел делать контент, ты бы его делал. И в этом заключается мораль истории. Став ютубером и почувствовав вкус денег, роскоши, милый и приятный ютубер стал считать себя и свои проблемы выше всех остальных. Считать, что то, что он делает, достойно особенного отношения. Но ошибка состояла в том, что делая влоги, полностью завязанные на твоих отношениях со зрителем, не уважая и обманывая этого самого зрителя, ты очень быстро спустишься с небес на землю. У Буги было более 10 лет крайне выгодной карьеры, миллионы долларов. И теперь он вынужден выпрашивать деньги, говоря оставшимся зрителям, закидывать последние 5 долларов суперчатом. Буги 2988 это главная тряпка и посмешище ютуба. Ребенок, застрявший в теле 50-летнего мужика, который так и не понял, как добился успеха. Потерял то, что делало его особенным и любимым, и теперь держится за последней крупицы былой славы. Это тот... Так это балдеж, таких, ну, любят смотреть. Ну да. Мне кажется, он всех переживет почему-то. Ну, в смысле, ютуб-карьер. Да, ребенок в теле мужика, который постоянно ноет и врет, так это же, блядь, разъеб. Идеальный ютубер. 15 часов назад 22 тысяч просмотров. Ну, ничего, хорошо у него все. Вот, 20 часов назад 15 тысяч просмотров. This channel has died. Drama will fix it. 10 тысяч 1 день назад, 12 тысяч 5 дней назад. Ебать, а что все так плохо? 41. Чувак, там есть про него такая хтонская документалка. Я говорю, если этот ролик соберет, мы ее посмотрим, потому что, ребят, там прям хтонь-хтонь-хтонь. Тотальная. То есть, это как бы не продолжение истории. То есть, там это еще и много вещей есть. И деньги портят человека. Создает у него чувство... Так, немножко, да, проанонсирую. У него сейчас какая-то малолетняя его фанатка сумасшедшая тусит с ним. А он уже все. То есть, он супер, типа, знаешь, то есть, ему уже подключают эту штуку, чтобы когда он спать ложился, типа, он дышать мог нормально во сне. То есть, там уже у него прям колоссальные проблемы со здоровьем. У него очень много долгов. И тут он себе альтушечку с госуслуг находит. Прикол. И все такие, а зачем ты? Ты вроде симпатичная девчонка, типа, ну, найди себе ровесника, да или хотя бы другого ютубера, да это тебе зачем? В итоге его и губят. После огромного наплыва хейта из-за этого видео, Буги в классической манере снова нашел оправдание и извинился. Канал продолжает умирать, никакой преданной аудитории не осталось. Остался только грустный, одинокий старик, заедающий свою депрессию, тоннами вредной еды и продолжающий делать бесконечные пресные видео ради копеек с ютуба и рекламы никому не нужного мерча. Это то будущее, которое ждет ютуберов, не желающих меняться с временами, не желающих прикладывать дополнительные усилия и выходить из зоны комфорта. Потому что когда ты останавливаешься, жизнь теряет смысл. И в данном случае человеку просто необходим жизненный пинок под зад. А пока что зрители ему насобирали денег и более-менее хватает на жизнь. Погодите, сколько ему нужно на жизнь в месяц? В любом случае, если вам понравилось видео, не забудьте поддержать его подвижение. Классный ролик, мне понравился. Спасибо автору за проделанный труд. Очень интересно было посмотреть. Ну что, поучительная история. Научились мы сегодня с тобой? Нет, потому что мы много такого видели за 12 лет сколько. Ну да, да. Прикольно, прикольно. Интересно. Прикольно. Слушай, у него много историй есть про зарубежных ютуберов. И это даже, я тебе так скажу, это не самая худшая история погружения. Там были и смешнее челы. 16 лет. Ой, блядь, чувак. Там вот Айдап, помнишь Айдапса? Имя знакомое, блогера не помню. Ну, который прыгал, типа, в зеленом костюме. И такой... Аймгей! Да-да-да-да. Который с Филти Фрэнком. Ты же вообще знаешь, что его сейчас супер хейтят на зарубежном ютубе? За что? На этом, на этом все. Подписывайтесь на канал Юлика, подписывайтесь на мой канал, подпишитесь на канал Деда П-47. На канал Буги 2 9 8 8. Канал нашлан Буги 2 9 8 8. Ебих! На этом все. Всем спасибо за просмотр, ребята. Всем пока.